Всем привет! Меня зовут Максим. Многие меня знают как Максим Киевский. Мне 31 год. Я являюсь успешным лидером компании PM International уже на протяжении 8 месяцев. Я думаю, сейчас у многих возникнет вопрос, почему человек, который занимался и занимается недвижимостью, инвестициями, что он делает в этом проекте? Да, ну хочу сказать, что недвижимостью я процентов на 20 занимаюсь, но хочу сказать, что эта сфера сейчас немного прогнулась, да, и там, где есть недвижимость, какие-то продажи, да, всегда есть какие-то нервы, риски, ежедневная головная боль. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть и поблагодарить основателей команды, основателей людей, которые принесли этот проект, привели этот проект в Украину за возможность развиваться с таким брендом и с таким проектом. Что хочу от себя сказать и какие хочу дать рекомендации нашим партнерам, коллегам? Ну, в первую очередь, я считаю, что в этом бизнесе важно создать в себе лидера, сделать себя именно брендом. Ну, хочу, как говорится, вкратце пробежаться по таким шестью основным способам, да, которые могут сделать человека брендом. И мы все давно знаем, что люди идут в первую очередь, люди идут на людей, а потом уже идут на продукт. Поэтому, если есть у кого-то возможность записать, очень главные шесть моментов ключевых, да, вот первый момент. То есть человеку нужно делать ежедневно пять консультаций. То есть это могут быть консультации в скайпе, это могут быть консультации в зуме. То есть получается, что при пяти консультациях в день, если взять в среднем там наши рабочие дни, пять рабочих дней, да, если откинуть полностью субботу, воскресенье, выходные, то в неделю у вас получится 25 консультаций. И, судя из статистики, судя из опыта, с пяти консультаций в день, ну, в одной консультации с пяти кандидатов один кандидат всегда скажет «да». То есть если правильно преподносить, много не говорить, как говорится, все по сути, да, вкратце, то, что нас всегда учил Виктор Алавренюк, Володя Тимощук, да, то из пяти человек один человек всегда скажет «да». То есть это первый момент. Второй момент, это касаясь YouTube-канала, да, нужно делать в день один видеопост, ну, то есть один ролик, в сутки делать один ролик. Причем мои рекомендации какие? Есть у нас четные дни, есть у нас нечетные дни. Моя рекомендация в нечетные дни вести контент, видеоконтент, видеоролик, который несет полезность. В четные дни ролик, который несет продажи. То есть чередовать, там, к примеру, понедельник – это полезность, вторник – продажи. Среда – полезность, четверг – продажи. То есть это второй момент. Третий момент – это делать три встречи в сутки. Опять же, если действовать по методу пятидневки, да, пять дней, то получится у нас 15 встреч в неделю за пять дней. И, соответственно, статистика показывает, что с пяти встреч в день один человек скажет тоже «да». Опять же, при правильном предотношении, да, информации много не говорить, использовать все правила. И будет с этих пяти встреч, одна встреча, то есть кандидат ваш согласится. Четвертый момент. Нужно ввести один пост ежедневно. На этом пункте я немного позже хочу более подробно остановиться. Где могут выставляться эти все посты? Посты могут выставляться в чатах, в каких-то, да, мессенджерах, в группах. Причем мои рекомендации, рекомендации по выставлению постов, такие. В первый день пост должен иметь, нести характер там полезности, да, то есть пост должен быть полезный. Второй день он должен быть развлекательный. И третий день он должен быть продающийся. То есть мы не можем ежедневно выставлять посты, которые просто, извините меня, там тупо сосредоточены на продажу. Купи, купи, купи. То есть это должно быть первый день. Понедельник, к примеру, полезный пост. Вторник развлекательный пост какой-то, да, образовательный. И третий день средопродающий. И таким образом чередовать по дням. Пятый инструмент, пятый главный критерий – это прямые эфиры, всем известные. Их должно быть от пяти эфиров в неделю. То есть это эфиры Instagram, Facebook, другие какие-то соцсети, где человек может публично выступить, рассказать о себе, показать себя. Таким образом собирать каких-то кандидатов, потенциальных людей, которых может заинтересовать продукт и проект. И последний момент – это желательно ежедневно добавлять себе в соцсетях по пять подписчиков в сутки. То есть если мы будем добавлять в сутки по пять подписчиков, то таким образом мы сможем за очень маленькое время, короткое время достигнуть большого количества подписчиков, которые рано или поздно станут нашими клиентами или нашими партнерами. Теперь по поводу четвертого пункта, а именно чатов. Я хочу немного остановиться и рассказать, поделиться своим опытом, что я использую, как я это делаю. То есть многие меня знают как человека, который занимается постами, обрабатывает информацию и выкладывает хорошие читаемые посты. На самом деле это так. За последние полгода, я вчера считал, мной было выставлено более тысячи постов. Это не касаясь одного телеграма, это касаясь Фейсбука, Инстаграма, допустим, других сетей. Поэтому какие мои рекомендации по использованию постов? То есть посты это, как говорили выше ребята, что могут быть задействованы как третья сторона. На сегодняшний день всем людям, всем партнерам известно, что существуют вайбер-чаты, телеграм-чаты, какие-то группы в Фейсбуке, мессенджеры. То есть какие-то активные чаты, в которых ведутся какие-то обсуждения по продукту, информация о продукте, да. Что я хочу посоветовать? Ну, например, судя своего опыта, я активно в последнее время использую телеграм. Телеграм и вайбер. То есть вы выставляете интересный контент в телеграм-группы, в телеграм-каналы. Причем посты, опять же, должны чередоваться. Это правило чатов, да. В первый день должен пост быть полезный, второй день развлекательный, третий день продающийся. То есть методом чередования это создает людям большой интерес. Людям интересно находиться в таких чатах. И люди, соответственно, рано или поздно делают у вас заказы какие-то. Или люди спрашивают больше, предоставить информацию о продукте. Да, какие могут быть еще варианты, да, использования, как можно использовать чаты. Ну, во-первых, на примере, то есть вайбера все знают, обычный вайбер-группы и сообщества. На примере телеграма это обычный телеграм-группы и телеграм-каналы. То есть мне больше, как говорится, честно, по душе и чисто моя рекомендация использовать более для меня продуктивнее. Это вайбер, ой, телеграм-каналы. Почему телеграм-каналы? Ну, все знают, что в телеграм-группах все участники видят друг друга. Соответственно, в некоторых людей есть какое-то там недоверие при добавлении людей в эти чаты. Плюс, возможно, в эти чаты могут попасть наши конкуренты. А я, например, не хочу, чтобы некоторые люди видели, кто находится у меня в чате. Поэтому в этом случае подходит абсолютно меня всем устраивает. Мой собственный телеграм-канал, в котором новые добавленные участники не видят других участников, а видят только администратора и в беззвучном, как говорится, бесшумном режиме получают, читают все посты. Вот, в последнее время я эту схему использую, рекомендую вам всем использовать. И, ну, я не скажу, что она сильно эффективная, но она дает свои плоды, да. Какие еще у меня рекомендации по поводу постов? То есть всем известно сейчас, что есть в телеграмме, многие когда-то эту тему поднимали. В телеграмме есть сейчас такая возможность для каждого человека, как телеграм-боты. Да, многие люди не понимают, что это такое. Я готов кратко объяснить, что телеграм-боты абсолютно есть бесплатные, которые выступают как помощники вашей деятельности. К примеру, если есть у меня телеграм-бот, подвязан к каналу, он может создаться абсолютно бесплатно за 10 минут, и он абсолютно бесплатно делает, помогает мне. То есть он может практически в любое обозначенное мной время и там в любой день выставлять автоматически в телеграм-канал какой-то пост. То есть я этого не делаю, могу время не терять, за меня сделать этот бот, который создается за 5 минут. То есть я думаю, кому будет интересно, рекомендую забить в гугле. Вкратце там обычная инструкция 5-минутная, которую может сделать, как говорится, каждый человек. Что касается еще постов, какие я могу дать рекомендации. То есть вы, каждый человек, мое мнение, каждый человек должен делать в своих чатах, группах, вести от себя какие-то посты. То есть мы все знаем, если чужой какой-то пост взят, то люди как-то, если есть в многих группах много кандидатов, которые знают некоторых людей, которые специализируются на постах, то эти люди уже понимают, откуда исходник поста. Поэтому настоятельно всем рекомендую вести от себя посты, заинтересовать своих людей своим подходом, вести себя как лидер и развивать себя как бренд. Потому что в первую очередь люди будут идти на вас. Они посмотрят на вас. Кто вы такой, насколько вы грамотно все преподносите, какая у вас информация. И уже будет сделано там на 70% к вам открытость и к вам доступ. Остальные 30% заберет на себя продукт, который шикарный, который шикарно работает. По поводу других моментов, если человек берет, моя рекомендация какая, если человек берет чужие посты, обязательно всегда нужно во всех соцсетях оставлять автора поста. И желательно к каждому посту в каждом чате делать красивые, качественные картинки, на которых, соответственно, должно быть обозначение автора. То есть это может быть, к примеру, автор, фамилия, имя, или Лига чемпионов, к примеру, название команды. То есть обязательно обозначать, откуда появился пост, и здесь нет ничего странного. То есть человек за свои труды, действительно, если человек хочет сделать себя брендом, раскрутить себя, показать, что он специализируется в написании постов, в написании там видео, там создании видеороликов, он обязательно должен позначать, то есть обозначать свою работу. По поводу информации, где брать информацию на такие шикарные посты, на такие шикарные там, да, чаты, выбрасывать интересные статьи. Хочу немного поделиться своим опытом, своим мнением, да. Здесь нет ничего сложного. Мои рекомендации, чтобы посты были всегда интересные, хорошо читались, и как бы подписчику было интересно оставаться в любом чате и наблюдать за вами. Я рекомендую там найти сайты правильного питания какие-то, подписаться в каких-то соцсетях на диетологов, на врачей, да. Почему на диетологов, на врачей? Да потому что в диетологов есть очень много интересных статей, да, интересных постов, к примеру, там, пост о важности Селена. А наш Селен есть во всех там, во многих продуктах. Пост о важности того. То есть у вас уже готовые есть шаблоны, есть готовая информация. Поэтому вам нужно ее немножко переделать, сосредоточить именно на ваш кабинет, добавить в конце какую-то вставку, касаясь продукта, который вы хотите продать, или о котором вы хотите рассказать. И, как говорится, дело сделано, такие посты будут круто читаться, они будут авторские, потому что вы его переделали, от себя что-то написали. Можете свой примерно ввести, свой опыт, свой результат, свой отзыв. Поэтому я всегда говорил, что использование чатов, как третьей стороны, сейчас очень эффективно. За последний месяц-два, там обороты, благодаря обороты продажи любых продуктов выросли в мире, благодаря чатам, телеграммам, вайберам. Все продажи сейчас удалены, в связи с карантином, делаются в таких группах. Еще немаловажно, что... Я всегда говорил, что любая встреча, она, чтобы вам встретиться с вашим кандидатом, вам нужно выделить время, вам нужно потратить какие-то денежные средства, к примеру, мне нужно поехать в соседнюю область, пообщаться со своим кандидатом. А есть гораздо проще путь. Это просто добавлять человека в чат. Таких людей можно добавить немеряно. И уже работы... То есть за ваш чат будет давать людям информацию, о продукте, отзывы. То есть человек сможет за неделю абсолютно ознакомиться с продуктом, иметь полное понимание, с чем он имеет дело. И на 60-70% он уже будет заинтересован. Это, говорю, судя своего опыта. Поэтому такие чаты, это очень крутая третья сторона и очень крутая помощь всем людям. Поэтому настоятельно рекомендую экономить свое время, время сейчас на вес золота и создавать свои какие-то чаты внутренние или добавлять в действенные существенные чаты PM, которые сейчас есть. Это могут быть ваши собственные группы, это могут быть общие чаты. Вы можете новый создать. Как говорится, вариантов много. Еще что хочу сказать в заключении, что если мы будем делать всю эту работу с чатами, добавлять новых людей, вести интересные посты по методу 1.3, полезный, развлекательный, продающий, то, соответственно, вы сможете делать, как говорится, большой успех, показать себя лидером, воспитать себя брендом и создать очень большой кабинет людей, которые смогут у вас покупать этот продукт и развиваться с вами вместе в этом бизнесе. Поэтому это нам даст в первую очередь расширение базы клиентов, наладить связь с аудиторией, повышать доверие к бренду и вам, популяризировать ваш и ваш бренд и, соответственно, поднимет большое доверие к вам, и вы уже будете как отдельная личность, за которой смогут идти там люди тысячами. Поэтому такие рекомендации от меня, можете использовать их ежедневно, чаты, посты, и, я думаю, успех не за горами. Большое спасибо за внимание, и я хочу сейчас представить...